Девушки отдыхают В последствии двух туров уверенно в лидеры выбились гости, а выдогов полчанам явно не везло. Но так было до третьего этапа. Не смогли приехать волейболисты из Лудзе, и тем самым появился шанс повысить свой коэффициент у других пар. Кроме того, на время распался наш дуэт – дорожка Сергеев. Алексей получил травму и не смог участвовать, поэтому его напарник выступил вместе с ливанцем Андресом Гендлсом, который в этот раз тоже оказался без пары. Как говорится, нет худа без добра. Именно этим спортсменам в дуэте удалось обыграть всех претендентов на первое место. У девушек тоже произошли изменения. В этот раз победу праздновали Дарья Синякова и Анастасия Доника. Что касается Илиты Урки и Виты Школиной, они довольствовались лишь третьим местом. 13 августа на центральном пляже Озеростробы прошел четвертый и заключительный этап. На двух площадках встретились 16 сильнейших мужских команд, которые сразились за главный приз. В каждой игре была настоящая интрига. Трудно было предугадать, кто одержит победу. В итоге в борьбе за третье место сошлись долго в пилчане – дорожка Сергеев и ливанские спортсмены Бигши Спортстанис. Сильнее оказалась команда гостей. В большом финале встретились Лудзе и Ливаны. В первом сете победу одержали Кондратс и Гаунис, а в последующих двух с небольшим перевезом лудзенских спортсменов обошла пара из Ливан. Мартин Шьянсонс и Андрей Сгэндлс. Чемпионат был всегда здесь сложный, что в прошлом году, что в этом. Команды всегда сильные, есть с кем играть. Для нашей команды тяжело сказать, что для нашей команды мы с этим напарником играем первый тур только. И, как видите, успешно. Если не ошибаюсь, именно вы стали в прошлом году победителем. Верно. А на что на этот раз собираетесь потратить приз 500 евро? Там уже придумаем, будет видно. А кто был самым сильным, на ваш взгляд, в этом чемпионате соперник? Да, любая команда может выиграть в этом турнире. Как уже вчера, как я смотрел, было сказано, что любая команда при пляжном волейболе может выиграть. Это, когда равные команды, это практически лотерея, можно сказать. Сегодня финальная игра, она просто поражала. Первый сет проигран, второй сет победили. И вот, честно, держали кулаки в третьем сете. Победа, как она далась? Все-таки удалось открыть второе дыхание или что-то другое помогло? Да, вы верно говорите. Удалось открыть второе дыхание, но было уже из последних сил. Вячеслав Ширяков присутствовал на каждом этапе и, конечно, был немного огорчен поражением Далгопилской команды. Но что уж тут поделаешь, эта игра и побеждает сильнейший. Тем не менее, он остался доволен проведенным чемпионатом. Вот Далгопил, все, а то, что здесь существует и развивается пляжный волейбол, узнали уже во всей Латвии. Это благодаря тому, что игроки, именно нашей взрослой команды, которая участвует в Шенкер-лиге, участвуют в различных чемпионатах и по Латвии. И, опять же, наш Далгопилский спортсмен совсем недавно стал в своей возрастной группе вторым в Европе по пляжному волейболу. Почему мы, может быть, должны были бы быть огорчены результатами, что нет Далгопилчан? Мы сами изначально это решили, что игроки Шенкер-лиги в этом чемпионате участвовать не могут. Ну, вполне возможно, в следующем году мы систему доработаем, изменим, чтобы она была более зрелищной, более интересной. Чемпионат интересен, финалы всегда интересны. Приятно отметить, в первую очередь, то, что очень здоровая не только спортивная атмосфера, а еще и дружеская. Не было агрессии ни с одной стороны, всем это очень нравилось, это был настоящий спортивный праздник. Итоги чемпионата подводит и главный судья соревнований Элм Рудович. Все команды показали красивую игру и изрядно улучшили свое мастерство в сравнении с прошлым годом. Кроме того, Далгопилцану Эрстата для участия в Шенкер-лиге нашла себе нового пасующего, который прекрасно показал себя на пляжном волейболе. Первое место заняла пара, которая, можно сказать, с двух городов, то есть выиграли Андрейс Гэндалс и Мартинш Янсенс. Гэндалс из Ливен, ну а Янсенс, можно сказать, уже это наш договпилский человек, потому что тот, кто у нас, он поступил в институт, будет учиться у нас в институте. Ну и также мы надеемся, он будет играть в волейбольной команде Далгопилцану Эрстата. И финал очень был, ну вы сами видели, что здесь три сета игралось, то есть публике очень понравилось, то есть здесь уже показался хороший, средний уровень, очень красивая игра, эмоции. То, что надо ждать от волейбола, особенно от пляжного волейбола. Чемпионат завершен, итоги подведены. Конечно, всегда жалко расставаться, но есть уверенность в том, что в следующем году команда вновь встретится в Далгопилце на чемпионате города по пляжному волейболу на кубок предприятия Даутком.